С 30 по 31 мая в рамках Ассоциации студенческих медиа-центров на базе СПБ ГУД прошла конференция «Направление развития студенческих медиа-центров. Региональный аспект». В программу вошли панельная дискуссия, перспективы развития студенческих медиа, два мастер-класса, все контенте в Инстаграм и создание актуального молодежного радио, заседание сетевой редакции всероссийского студенческого медиа-портала, круглый стол, особенности развития студенческой медиа-среды, региональные аспекты в деятельности университетских СМИ и презентация петербургского студенческого журнала «Лайка». Мероприятие посетили участники более чем из 20 вузов России и стран СНГ. Мы можем внутри этой ассоциации общаться, меняться опытом и вот так вот лично даже собираться. И медиа-портал, как сам проект, тоже очень интересная площадка, потому что она консолидирует весь материал, который собирается в медиа-сфере студенческой и выдается на свою целевую аудиторию. НИТУМИСИС входит в состав ассоциации уже не первый год и активно принимает участие в программах обмена опытом. А вот Ташкентский университет информационных технологий присоединился к всероссийскому студенческому медиа-порталу совсем недавно, благодаря чему АСМ приобрела уже международный статус. В процессе дискуссий участники конференции пришли к единому мнению, что для покорения новых высот журналистики сегодня одним из главных является умение ориентироваться в цифровом пространстве. И здесь встает вопрос наличия у человека так называемой медийно-информационной грамотности, то есть совокупности знаний и навыков того, как грамотно вести себя в цифровой среде. Потому что сегодня, в отличие от недавних времен, каждый из нас стал медиа. Успешным медиа становится не то, которое хорошо и понятно пишет, внятно доносит свою мысль, а то, которое умеет грамотно себя продвигать. Особое внимание было удивлено проблеме взаимодействия между студенческими медиа-центрами и пиар-службами вузов. Мы называемся не службой пиар-маркетинга, у нас информационная служба, это называется. Есть отдельный у нас студенческий медиа-центр, есть медиафакультет, есть медиапарк, то есть у нас очень много есть сущностей, которые занимаются медиапроизводством в разных проекциях. И сейчас мы пришли к модели очень четкого позиционирования. То есть, допустим, информационная служба – это все, что касается внутреннего университета и коммуникации университета. А студенческий медиа-центр – это активность, которая неинтересна, может быть, информационной службе, потому что она слишком, может быть, мелкая для них, но это интересно студентам. Есть факультет, медиапарк – это площадка для развития студенческих проектов, не связанных с университетом вообще. То есть это могут быть технологические медийные проекты, это могут быть проекты обслуживания других компаний, больших бизнесов, где нужна медийка. И таким образом получается, что каждый занимает свою нишу в нашей цепочке. Бизнес-проекты в студенческом медиапространстве – тема, которая всегда находит живой отклик среди представителей молодежных СМИ. Ну, на самом деле, это была инициатива не сугубо студенческая, даже не студенческая. Я тут такая умная вещь про бизнес-проекты, независимо от университета. Да, на самом деле мы появились как раз на их базе, конкретно на базе подразделения, то есть кафедры цифровых медиакоммуникаций с ПБГУ. Просто преподаватели решили как-то замотивировать студентов и провела конкурс «Медиастартап», кафедра провела конкурс. И в результате появилось наше издание. Это как раз та ситуация, о которой я говорила в своем выступлении, что ВУЗ как бы дал толчок появлению этого медиа, но дальше никак в его дела не вмешиваются. Не контролирует ни финансовые потоки, ни информационную повестку. То есть просто вот мы дали толчок, а дальше развивайтесь сами. И, соответственно, у нас сейчас есть сайт, мы развиваем страницы в социальных сетях, занимаемся подкастингом и снимаем мобильное видео, осваиваем много-много разных платформ. Вопросы о том, какой должна быть команда «Медиа-центра» и как сохранить творческую подачу материала в рамках цензуры, по-прежнему остаются приоритетными для многих студенческих медиа. У нас сотрудники «Медиа-центра» — это студенты. То есть это как такая тусовочка ребят, которым просто интересно вливаться в этот коллектив, что-то делать, получать компетенции какие-то, получать навыки и выходить на более высокий уровень. Студенты, вообще молодежь, она не воспринимает информацию без развлечения. Вообще термин «креативность» — он такой интересный, она для всех своя, то есть для меня она одна, для людей из того же проректората нашего, например, она будет уже другой совсем. Мы должны понимать, где есть грань какой-то морали, а где есть грань шутки. Участники отметили, что сравнение итогов работы в области создания медиа-контента студентов профильных и непрофильных специальностей может давать неожиданные результаты. В высшей школе журналистики на нашем журфаке очень много таких вот СМИ наших студенческих, просто потому что они в силу практики обязаны их отрабатывать, да. Иногда у них это получается хорошо, иногда не очень. Но при всем при этом даже в наших институтах химическом, физическом или геологов есть свои СМИ. А казалось бы, причем здесь геолог и журналистика. Но вот именно за счет того, что они не заставляет их никто, например, делать силу практики и так далее, а по зову души, у них порой бывают эти материалы интереснее, эти медиа. Поэтому я радую вот как раз за те средства массовой информации студенческие, за те медиа-центры, в которых, давайте уж откровенно, но как бы никто не заставляет никого из-под палки ничего делать. По завершении конференции делегаты поделились своими прогнозами на будущее студенческих медиа и впечатлениями о мероприятии. Я думаю, что студенческие медиа-центры, наверное, идут к тому, что они будут не только в масштабах своего вуза и прежде всего своей студенческой среды, но они будут достаточно серьезной силой такой общественной, заявляющей гражданскую позицию целого сегмента, огромного, важнейшего этого общества. Я думаю, что так. Я считаю, что мы идем к глобальной кооперации. Это очень хорошо, это правильно. У нас огромная страна, в этой огромной стране есть огромное количество городов с еще большим количеством университетов. И почему-то вот так происходит, что все стекаются в Петербург, в Москву. Это идея фикса очень многих молодых людей. Но на самом деле сегодня все меняется, потому что вузы развиваются, города развиваются, появляется новая инфраструктура. И, на мой взгляд, задача вот таких вот ассоциаций и смысл вот таких встреч в том, чтобы студенты понимали масштабы своей огромной страны, понимали, что они могут себя найти не только в двух городах или трех городах этой страны, а множестве вариаций от Калининграда до Владивостока. Главной задачей, насколько я вижу нашей поездки, это было непосредственно налаживание отношений с другими медиа-центрами, это получение контактов и дальнейшее сотрудничество. Гости из Ташкента проявили большой интерес к Всероссийскому фестивалю студенческих медиаработ «Репост-2019», который пройдет уже в третий раз. В октябре мы хотим привезти более десяти фильмов, которые завоевали очень много награды в международных фестивалях. Мы вот привезем в этот фестиваль «Репост». Совсем скоро начнется прием заявок. Следите за новостями на сайте медиапортал.рф и в группе фестиваля ВКонтакте. Продолжение следует...